Ну что ж, весна, это время меняться и разобраться во всех тонкостях. Например, в современных тенденциях оформления бровей нам поможет наш первый гость, Екатерина Ситова, мастер-бровист. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина, доброе утро вам. Ну, давайте разбираться. У нас есть картинки. Мы сейчас с вами поиграем в такую небольшую игру. Соответствие, да? И есть у нас несколько терминов, сейчас я их назову. Мужчинам будет страшно, женщинам, возможно, что-то узнают. Волосковый татуаж, шотирование, 3D татуаж, микроблендинг и наращивание бровей. Окей, давайте разбираться, что из этого что. Да, вы нам все расскажете, вот, например, и вообще, что сейчас модно, какие последние тенденции, а что, может быть, уже не в тренде. Да, здесь сейчас у нас на изображении, как я понимаю, волосковое, смешанное с теневой техникой, потому что видно то, что между волосками пропустили легкую тень. Ну, на самом деле, это не очень хорошая работа здесь предоставлена, потому что волоски, пунктирные линии, если присмотреться, они либо это зажившая неграмотная работа, либо это просто мастеры руки не оказались. Извините, пожалуйста. Ну, то есть это самая по себе техника такая как-то неудачно изначально? Да, это и форма подобрана не совсем правильно, потому что сейчас такие узкие брови уже не актуальны. Вот, допустим, у вас прекрасные брови. Покажите, пожалуйста, крупные мои брови. Это лучший комплимент твоей жизни, отличные брови. Нет, ну, что значит моя жизнь? Моей жизни много комплиментов было. Ну, самый оригинальный, так скажем. Давайте дальше, у нас еще есть варианты, давайте изучать их. Ага, так, что это? Это на самом деле, если присмотреться, это не татуаж, это косметика. Видимо, фотографию сделали постановочную, хотели показать, как примерно будет заживать теневая техника татуажа. Вот у вас есть там термин шотирование. Шотирование – это и есть тень. То есть, ну, каким образом, что вот тень? Для меня вот это непонятно, технически даже. Что такое, давайте вообще подсудим, что такое татуаж. Татуаж – это перманентный макияж, то есть долгосрочный макияж. Ну, вот, собственно, да? Нет. Это перебор, мне кажется. Это перебор? Это, да, это называется партак, если… Это что-то для восточных, мне кажется, вот еще степеримент. Нет, на самом деле, это то, что делали много лет назад, когда татуаж только появился. На начальном этапе. Да, на начальном этапе делали вот такие работы. Сейчас эти девушки ходят с синеватыми бровями, потому что цвет, пигмент вбивали очень глубоко, и поэтому происходит изменение цвета в такие неожиданные оттенки, как красный, синий, зеленый и так далее. Ну, то есть, это неудачный пример татуажа, а может быть, удачный, наверное, да? Да, конечно же, просто здесь использовали неправильную глубину, слишком глубоко ввели пигмент. Все-таки давайте вот продолжим термин, мы начнем, да, рассуждать о том, рассказывать, вернее, что такое татуаж. Татуаж, он бывает двух видов – ручной и аппаратный. Аппаратный делается с помощью машинки, то есть машинка поступательными движениями. Это вот мы видели там, в какой-то приборчику, да? Да, да, да. Вот, поступательными движениями вбивает пигмент в кожу. А есть ручной метод – это с помощью ручки-манипулы и прикрепленной к ней одноразовой иголочки. Делаются тоже такие же движения, только вручную, либо делаются слайды, слайды, то есть в виде волоска. То есть это то же самое, как можно сравнить с вождением автомобиля. Есть коробка автомата, есть коробка механика. Так получается, коробка автомат здесь, да, что в данном случае? Аппаратный татуаж, а ручная техника – это как раз-таки и есть ручной. Кто-то, допустим, вот я мастер ручного татуажа, потому что, вот, допустим, у меня муж, он говорит, что он не любит автомат, потому что ручная, он лучше чувствуется машина. Да, вот я тоже сам, ручным методом я лучше чувствую кожу и работаю на правильной глубине, чтобы вот такого не было впоследствии. Ну, то есть вы голосуете за ручную, татуаж – это лучше. Это лично мое предпочтение, потому что мне комфортнее, да, то есть в какой мастер уже сам решает, как ему комфортнее работать – аппаратом, либо ручным методом. И все вот эти техники и ручной, и аппаратный можно делать двумя способами – в виде волосков и в виде тени, как раз-таки вот шатирования. Это вообще великое множество, каждый мастер работает в своей… Это все-таки творческая профессия, да. Как у художника свой жанр, допустим, что-то, какими-то материалами он больше предпочитает работать. Катерина, мы сейчас с вами продолжим тему и в конце узнаем, собственно, как сделать идеальные брови, но после небольшой рекламы. Оставайтесь на ТНВ. И снова здравствуйте, у нас в гостях Катерина Ситова. Мы продолжаем говорить про брови и как их сделать идеальными. Катерина, у нас осталось два термина, два вопроса, которые мы еще не успели разобрать. Это микроблендинг и наращивание бровей. Рассказывайте мне, несведущему, что это такое микроблендинг. Ну вот, как я уже сказала, микроблендинг – это ручная техника татуажа, которая делается ручную, волоски, либо тенью. И по поводу наращивания, так техники, они там различные могут быть. Это каждый мастер сам уже индивидуально под тип кожи подбирает технику конкретной девушки. И зависимости от того, какой результат она хочет получить – максимальную естественность или все-таки чуть-чуть поярче. А по поводу наращивания, это все-таки больше не к мастерам-бровистам вопрос, а к визажистам. Потому что чаще всего наращивают именно они. Допустим, для… потому что имеют это… Это прямо есть волоски для бровей. Да, волоски для бровей, как волоски для ресниц, для наращивания ресниц. Их приклеивают прямо к коже, и они уходят после умывания. Если, конечно, девушка совсем не будет умываться, они, конечно… Это что, это… Долго продержится, но это… Ну, буквально, да, на один-два дня. Поэтому это… я считаю, что это процедура бессмысленная на повседневное ношение. Но если это какое-то торжество, либо фотосессия, то это очень спасает и создает очень максимально натуральный эффект. То, что как раз сейчас у нас и в МОЗе максимальная натуральность, естественно. Да, вот давайте, кстати, поговорим все-таки о трендах. Что сейчас модно? 2018 год. Что нам делать? Что вы советуете? Я советую, во-первых, самой не трогать брови и обращаться к специалистам, если вы не умеете это делать. И максимальная ширина натуральная, своя. Ну, тут нужно смотреть еще, конечно, на черты лица. Если крупные черты лица, то подойдет широкая бровь. А если, допустим, взрослая женщина, взрослая, то есть и макияж делается, когда делается бровь не широкая. Потому что иначе это смотрится не очень приятно и аккуратно. И все-таки максимальная естественность сейчас в тренде. Вообще, в принципе, во всем. Так же, как и в волосах, и в бровях, и так далее. Ну, да, кстати, еще есть один вопрос. Коллеги интересуются, коллеги женского пола, естественно. Татуаж бровей, сколько он держится? Держится. Вот, который мы смотрели, неправильную работу татуажа бровей. Это на всю жизнь. Это беда на всю жизнь. Это крест, который нужно вести всю жизнь. Это правда. Его либо выводить лазером, либо ремувером. Это специально такое средство. Ну, мы сейчас говорим о современной технике. А сейчас он держится примерно год-полтора, максимум два. То есть потом коррекция какая-то при желании? Да, ну, девочки, когда, допустим, выходит цвет, они добавляют, могут еще добавить. Это по личному желанию, если хочется, конечно же. А вообще, я когда делаю, я надеюсь, что они все-таки по этой форме отрастят свои собственные бровки, и уже не нужно будет никакие такие процедуры. Ну, в общем, убеждаемся в том, что естественность – это самое классное. Да, это всегда в моде. Будьте естественны, любите себя и будьте красивы. Спасибо большое, Катерин.